Как это странно и странно, в основе национальной идеи лежит музыка, массовая музыка. Мы ведь легко различаем китайскую музыку, английскую музыку, американскую музыку, русскую музыку. Мы сразу слышим мелодически. Однажды в античной Греции был случай, когда предложили на арфу добавить дополнительную струну. Как известно, там были разные лады у разных городов. Там Дорийские, Медийские, Мексолидийские лады, которые точно отличали город от другого города. И вот лад, скажем, русской музыки, минорный лад, он сложился уже несколькими столетиями. Мы сразу слышим, что эта музыка русская. Поэтому в основе любой национальной идеи должна лежать прежде всего национальная музыка, национальная музыкальная традиция. Это тот язык, который общедоступен всем. И китайцы слышат музыку, и даже занзибарцы, которые в подводной лодке, если там есть, они тоже слышат музыку и в состоянии ее отличить. Поэтому так много массовой музыки уделялось в советское время. Это была мощная система создания массовой советской песни. И университеты, и институты, и союзы композиторов, и союзы писателей, радиостанции, и телеканалы. Он все, ну, огромный механизм гигантский работал на создании массовой советской музыки, точно так же, как работает американская музыкальная индустрия на создании американской музыки. И не зря говорил Сталин, кто играет джаз, тот родину продаст. Клинтон в 96-м году в ежегодном обращении говорил, что наша музыкальная индустрия, наша массовая музыка является основой национальной и экономической независимости США. Мы мало задумываемся об этом, и сегодня не случайно существует поговорка «по чью дудку пляшешь». Поэтому это очень важно — создавать свою национальную массовую музыку, потому что элитарная музыка, академическая музыка, она наднациональная, она вне времени. Но ни Бах, ни Чайковский сегодня не являются символами. Они могут быть заложены в корни национальной музыки своих народов, но символами современного общества они не являются. Я уже не говорю о других выдающихся академических композиторах. Поэтому массовая музыка — это то, за чем блюдет, что блюдет каждая страна и ее правительство. Но, скажем, французы, итальянцы очень жестко, законодательно охраняют свою массовую музыку. Я уже не говорю об американцах, немцах и так далее, англичане. Мы поем сегодня под любую дудку. Я сейчас говорю не о клубной музыке, а даже наша отечественная музыка массовая очень сильное влияние испытывает зарубежное. Вот в эту проблему массового сознания, на мой взгляд, формирование национальной идеи. Начинать с музыки надо формировать национальную идею, чтобы мы все точно идентифицировали себя с чем-то, как нации. Потому что все остальные атрибуты национальной принадлежности, они сегодня как бы смягшированы. Потому что костюм стал универсальным, цвет лица тоже становится универсальным, тем более лицо можно изменить, язык тоже становится универсальным. Интернет вообще делает человека как бы жителем планеты. И только музыка имеет очень точную кодификацию национальной принадлежности. Продолжение следует...